МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь. Нынешняя лекция называется «Почему Лондон?». Она будет посвящена Лондону. Что это такое? Чья это столица? Пожалуйста, вам слово. Еще раз здравствуйте. Я работаю в нашем университете уже очень много лет. Но начала учить английский язык я так же, как и многие из вас, в школе, во втором классе. Но сейчас дети начинают гораздо раньше. Многие, наверное, из вас уже и в садике начали. Да? Все правильно. И влюбилась я в английский язык, скажу вам очень честно, и абсолютно во все то, что связано с английским языком. А с английским языком связано очень многое. Это и история, и культура, и традиции, и города. Очень много всего интересного. И сегодня я расскажу вам о городе Лондоне, который является столицей страны, в которой родился английский язык. Скажите мне, пожалуйста, что ты хочешь сказать? Лондон — это столица какого государства? Великобритания. Молодец. Иногда неправильно называют Англия. Мы в русском языке так это называем. Но на самом деле Лондон — это столица государства, которое имеет официальное название. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Сначала хочу начать со слов известного английского писателя Сэммела Джонсона, который сказал, что если ты устал от Лондона, то стало быть, просто устал от жизни, потому что в Лондоне есть все, что может жизнь предложить человеку. Не правда ли? Очень хорошие слова. Лондон — это очаровательный, роскошный город. Это финансовый лидер, это лидер в архитектуре, в дизайне. Еще Лондон называют плавильным котлом. Там плавятся культуры. В Лондоне живет большое количество людей из разных стран. И они живут в общинах. И из Индии, и из Пакистана, и из Китая, и из Польши, и из России тоже есть. Поэтому называется Лондон — это плавильный котел. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Обратите внимание на карту. Надписи на английском языке, но я думаю, вы вполне четко можете увидеть, где же находится Лондон. Видите внизу самыми крупными буквами? Он находится на острове, который называется Великобритания. Он находится в юго-восточной части. И Лондон — это один из самых крупных городов Европы. Официально количество жителей в Лондоне около 8 миллионов человек. Но от того, что Лондон настолько популярное место во всем мире, куда стремятся попасть многие туристы, то количество народа в Лондоне в один день может доходить до 14 миллионов человек. Знаете ли вы, сколько лет Лондону? Более двух тысяч лет. Действительно, очень древний город. И интересный факт, что на протяжении практически 200 лет в истории Лондона такое было, когда Лондон являлся столицей одной четвертой части всего мира. Представьте, возьмите все страны мира, поделите их количество на четыре части, и вот одна часть из четырех — это все была когда-то Британская империя. И Лондон был ее столицей, главным политическим центром. А сейчас скажите мне, пожалуйста, с чем вы ассоциируете Лондон? Какие-то, может быть, здания, символы? Красные автобусы. Молодец, красный автобус. Биг Бен. Биг Бен, точно. С Гарри Поттером. Гарри Поттер, абсолютно верно. Телефонные будки. Телефонные будки, точно. Двухъярусный. Ну, двухъярусный автобус, двухэтажный автобус, красный автобус. Так. Лондонский мост. Лондонский мост, как он называется? Лондон Бридж. Ну, да, есть там. Английская королева. Английская королева. Как ее зовут? Елизавета. Елизавета. Вторая, точно. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, молодцы. Вы столько всего знаете. Это просто потрясающе. Ну, начнем мы, как кто-то верно сказал, это самое было первое замечание. Начнем мы с двухэтажного красного автобуса, который появился на улицах Лондона 70 лет назад. Почему двухэтажный? Когда-то в Великобритании был введен запрет на то, что нельзя строить автобусы более определенной длины. Ну, надо было как-то найти выход из положения и решили сделать просто двухэтажное для того, чтобы можно было перевозить как можно больше пассажиров. Обратите внимание, сзади, видите, дверей нет. Есть открытая площадка, через которую пассажиры как заходили, так и выходили. И они делали это не только на остановках, но и когда стояли в пробках, и на светофорах. К чему это приводило? Нет, не дышали. Ну, они дышали, конечно, свежим воздухом. Да. Но это приводило к авариям, к травмам. Было очень опасно. И поэтому, конечно, с течением времени уже в автобусах появились двери. В таких автобусах, даже если ты заходишь без дверей, выходишь без дверей, то зайцем не проедешь. Там был кондуктор. Да, невозможно было проехать зайцем. Кондуктор был, поэтому все оплачивалось очень честно. И можно следующий слайд. Чуть попозже. Это уже современный автобус. Так он выглядит. И следующий слайд тоже можно показать. Очень красиво. Действительно, как какие-то космические аппараты. Вот такие автобусы ездят по улицам Лондона. Но не только на улицах Лондона вы встретите двухэтажные автобусы. Конечно же, есть и одноэтажные. Почему есть цвет не только красный? Есть зеленые и желтые. Есть и белые, разноцветные. Почему красный цвет, как вы думаете? Кто знает? Чтобы лучше увидеть правильно. А когда? Пожалуйста, желтый микрофон. Ночью? Нет, не ночью. Чтобы лучше увидеть в туманах английского города, в дождях. И, в общем, у них же там сырость, морозь. В общем, из-за этого. Молодец. Все абсолютно верно. Особенно сезон туманов – это в зимнее время. Потому что Лондон находится в так называемой котловине. И высокая влажность способствует образованию туманов. И чтобы как можно меньше аварий было на дорогах, то очень хороший цвет, который спасает от всего этого, предотвращает аварии – это красный цвет. Все правильно. И давайте мы с вами на красном автобусе поедем в один из районов Лондона. Мы поедем с вами в Гринвич. Слышали когда-нибудь о Гринвиче? Гринвич – это то место, по которому проходит нулевой меридиан. Вот вы видите на слайде по двору, а также под обсерваторией, проходит нулевой меридиан. Гринвич – это то место, которое сейчас является районом Лондона, а раньше был пригородом. Лондон – это деревушка Гринвич. В Гринвиче находится одно из старейших научных учреждений Великобритании – это Гринвичская обсерватория. И вот ученые Великобритании приняли решение условно провести нулевой меридиан. Нулевой меридиан – это важная точка отсчета, с которого у нас идет отсчет каждого нового дня, нового года, нового тысячелетия. И нулевой меридиан делит нашу планету на две образные части. На какие? На западную и на восточную часть. Правильно. Вы можете даже, следующий слайд, сфотографироваться, очень интересные фотографии сделать. Вы смотрите, где стоит человек. На одной левым меридианам. И получается, что одна его нога стоит в восточном полушарии, а другая в западном. Или можно, как на следующем слайде, сделать вот такую фотографию. Тоже очень даже интересно. Дальше мы с вами отправимся после Гринвича. Мы отправимся по Темзе. Темза – это река, которая вот такой змейкой протекает через весь Лондон. И она течет дальше, в другие города. Вода в Темзе коричневата, желтого цвета. Но это не значит, что она грязная. Просто течение очень быстрое, бурное. Со дна поднимается ил. Купаться, конечно, там не стоит. Но рыба вводится. И рыбу они вылавливают. А водится рыба. На следующем слайде – это угорь. Может быть, не очень. Ну, похоже, наверное, на витиеватую реку Темзу. Является традиционным английским блюдом – заливной угорь. И кто-то уже говорил про мосты. Действительно, в Лондоне большое количество мостов. Их целых 30. И 12 мостов находятся в центре. А вот всемирно известный мост – это Тауэрский мост. Он является эмблемой Лондона. И в этом году ему исполнилось 121 год. Мост состоит из двух башен и двух разводных частей. Каждая из мобильных частей весит 1000 тонн. И в течение дня мост разводится несколько раз. Это нужно для того, чтобы крупные суда проходили под этим мостом. И чтобы развести мост, требуется полторы минуты. И так это происходит несколько раз. Рядом с одной из сторон Тауэрского моста находится крепость. Тоже еще один всемирно известный символ Великобритании и Лондона. Находится лондонский Тауэр. Это древнейшее сооружение. И его построил, заложил основу этой крепости. И строил крепости Вильгельм Завоеватель. Это нормандский король, который завоевал Англию. В данном случае я говорю про Англию. Не всю страну Великобритании, потому что тогда ее еще не существовало. В 1066 году, в 11 веке. А заложил основу этой крепости он уже чуть-чуть попозже. Ну буквально несколько лет. В 1078 году. И задумывал он ее не только как крепость, но и как место своего жительства. Но одновременно еще и тюрьму. Потому что считается, что врагов своих надо держать рядом с собой. А лучше всего их под себя, в подземелье. Жил он на первом этаже, а внизу были заключены. Ну те, которые являлись предателями короны. Сегодня Тауэр охраняют бифитеры. Вот посмотрите. Они ходят в таких костюмах. Они также присматривают за сокровищами короны. Но это очень красиво. Это всего лишь одна небольшая часть. Еще много разных предметов вы можете увидеть там. Все это также находится на территории Тауэра. Потому что Тауэр сейчас, конечно же, в нем никто не живет. Сейчас это музей, в котором вы можете увидеть сокровища короны. Вы можете увидеть то, как раньше покои королей и королев, как они раньше жили. Для мальчиков там просто потрясающие залы, которые будут показывать рыцарские доспехи и оружие. Как раньше рыцари носили, одевались. Там очень удивительно, что в Тауэре есть что-то типа зоопарка. Вот посмотрите. Бифитеры. Предыдущий слайд. Бифитер стоит около статуй животных. Это, конечно же, не настоящие. Они сделаны из проволоки. Каким образом в Тауэре, там, где живет монарх, как там мог быть зоопарк? И как там могли существовать? Откуда они взялись? Львы, тигры, обезьяны, слоны? Мне кажется, это были как охранники их. Как охранники? Бифитеры, что это такое? Что это слово означает? Нет, нет, я про животных спрашиваю. Бифитеры, да, действительно, они охранники. Они охраняют Тауэр. Они охраняют все то, что находится на территории Тауэра. Бифитеры рассказывают еще туристам историю Тауэра. А откуда взялись животные? Наверное, при завоевании разных стран, как диковина какая-то. Правильно, это диковинка. Но только это диковинка, которую специально привозили не сами английские короли и королевы, а им привозили в подарок. Когда приезжает другой монарх в гости к английскому королю или королеве, он, представляете, что он может подарить монарху, у которого есть все. Но самый лучший выход – это экзотическое животное. Вот таким образом, постепенно, с подарками животных, и образовался зоопарк в Тауэре. Единственное животное, которое сейчас проживает на территории Тауэра – это черные вороны. Может быть, из вас слышал кто-нибудь легенду? Вот девочки слышали, да, молодцы. Да, слышали легенду. Может, кто-то расскажет? Однажды, ну, давно-давно жили несколько волшебников, и одна волшебница там, и когда, ну, по легенде, звали ее Моргана, там волшебники хотели защитить от завоевателей Тауэр Лондон. Да-да. И все достойные тщательности. И когда они заложили все свои силы в Тауэр, Моргана не захотела, и у нее отняли последнюю волшебную павочку, и, ну, как бы превратили в куклу, что ли. Превратили в кого? В куклу. В куклу. А вороны? А вороны, ну, волшебники стали воронами. Очень интересная история. Первый раз такую слышу, постараюсь узнать поподробнее ее. Вот еще, рядом. И у мальчика можно спросить. То, что, ну, как бы, этим воронам нельзя оттуда улетать, потому что, ну, как бы, по легенде, если они оттуда улетят, то в Лондоне начнется война. Тауэр падет, да. Ну, по легенде, однажды, когда ночью обычно противник нападает на крепость ночью, все жители Таура и солдаты, ну, спали. Солдаты, может быть, не спали, но не особенно внимательно следили. И противник стал атаковать крепость. И вороны, которые имеют более такой зоркий взгляд и острый слух, они сполошились, и они разбудили своим криком весь Тауэр. И таким образом осада была отражена. И в честь этого благодарные король и придворные, они решили, что вороны будут жить у них. И действительно, по легенде, легенда гласит, что как только последний ворон покинет территорию Таура, то Тауэр падет. И поэтому сейчас делается все для того, чтобы вороны жили в прекрасных условиях. Их, конечно, не двое, их гораздо больше. Но вот они такие величественные, они ходят по траве, вы можете их пофотографировать, но близко к ним вы, конечно же, не подойдете. Давайте дальше. Отправимся на противоположный берег Темзы, ровно напротив Таура. И видите вот такое здание. Современное здание, правильно? Стеклянное, очень причудливые формы. Кто-нибудь знает, какой функции служат? Что там находится? Ратуша используется в европейской части мира. Ратуша – это то место, где находится мэрия. Все составы, в общем, очень высокие люди, но ниже королевы. Но в данном случае тут находится мэр города, разные какие-то люди, которые управляющие. Абсолютно нечего, потому что это абсолютно правильно. Это ратуша, это место работы мэра Лондона. Давайте мы опять на Темзу обратимся. Смотрите. Это река Темза. На фоне собора Святого Павла, на всякий случай. Но я хочу рассказать вам о Темзе, о том, что ежегодно на реке Темзе проходит международное соревнование по гребле, а также международное соревнование между двумя всемирно известными университетами Великобритании – Оксфордом и Кембриджем. Вот для того, чтобы принять участие в этих соревнованиях, команды из разных стран, не только из Великобритании, они готовятся целый год в своих клубах и приезжают в определенный день в Лондон. И вы представляете, где-то более 400 лодок. Больше тысячи участников принимают участие в этих соревнованиях. И вот такими вереницами, кто быстрее доплывет до последней точки, вот они все соревнуются. И таким образом зрители видят в течение нескольких часов, как проплывают эти лодки. Одно из недавних достопримечательностей, которому всего 15 лет, но оно стало неотъемлемым символом Лондона – это лондонский глаз. Это самое высокое колесо обозрения в Европе. Его высота 135 метров. И видите капсулы, или называются они еще гондолы, кабинки. Это 32 кабинки. Почему 32? Потому что в Лондоне 32 района. И вот по количеству районов в Лондоне было решено сделать такое же количество этих гондол. Как только вы садитесь в эту капсулу, или гондолу, и когда вы выходите из нее, то пройдет полчаса. Колесо обозрения движется очень медленно, но это дает вам прекрасную возможность увидеть Лондон с большой высоты и оценить, насколько Лондон разный. Потому что старинные здания рядом существуют с современными зданиями, которые были построены на месте зданий, которые когда-то были разрушены во Второй мировой войне. Давайте маленько дальше пойдем. Вот это то, как выглядит лондонский глаз ночью. Очень красиво. И это уже сама кабинка. Видите, как высоко видно город. Там абсолютно не страшно, не бойтесь. То есть мы видим такую вот капсулу. Оно на самом деле было построено в 2000 году. И планировалось, что оно просуществует всего лишь один год. Но оно настолько понравилось жителям Лондона и туристам, что было решено оставить его. И вот уже 15 лет оно стоит и радует всех. И туда большие очереди. Вопрос какой-то есть? А почему вы только на один год решили оставить? Ну, такой проект был. Может быть, они боялись, что не понравится. Может быть, изменят внешний вид, исторический вид Темзы. Может быть, так. Но, видите, все органично очень вписалось. Очень вписалось органично, понравилось и решили оставить. Давайте дальше пойдем. Дальше. Это лондонский аквариум. Прямо совсем рядом, соседнее здание, да, не за углом, а соседнее здание с лондонским глазом – это аквариум. Аквариум может похвастаться тем, что в нем вы можете увидеть 400 видов рыб, которые обитают у берегов Британских островов. Также там есть замечательный аквариум с обитателями Тихого океана. Это опасные акулы, тигровые акулы и песчаные акулы. И эти акулы плавают вместе с другими рыбами. Они не причиняют им вред по той лишь простой причине, что акул кормят специально мертвые рыбы, так, чтобы у них не было соблазна покуситься на свежую рыбу. Поэтому все очень интересно. И напротив лондонского глаза, и напротив аквариума, на следующем слайде вы увидите Вестминстерский дворец. Наверное, всем знаком этот образ. Вестминстерский дворец, в ансамбль которого входит вот эта часовая башня, которую мы не совсем правильно называем Биг Бен, потому что на самом деле Биг Бен – это название самого большого из шести колоколов часовой башни. Вы знаете то, что британцы очень чтят свои традиции. Для них история и традиции – это то, чем они живут, и они постоянно говорят о них, и они пытаются сохранить в том виде, в котором они пришли к ним. Вот один раз только британцы отошли от традиции с часовой башней. Когда в 2012 году в Лондоне проходили летние Олимпийские игры, а по счету это были 30-е Олимпийские игры, то 27 июля 2012 года с 8 часов 12 минут до 8 часов 15 минут куранты часовой башни пробили ровно 30 раз. Такого ни разу не было с 1952 года, потому что куранты на часовой башне бьют каждые 15 минут, а тут сразу 30 раз подряд. То есть это что-то такое запоминающееся, действительно, потому что это было очень памятное событие для Лондона. Сейчас эта башня имеет официальное название «Башня Елизаветы». Ее назвали в честь нынешней королевы Елизаветы II, когда она праздновала свое 60-летие на троне. Королева Елизавета II очень старенькая уже, ей в этом году исполнилось 90 лет, но она бодра и весела. Давайте вернемся к Вестминстерскому дворцу. Вестминстерский дворец, по-другому называется парламент. Парламент Великобритании состоит из двух палат. Вот это палата лордов и другая палата зеленая, это палата общин. Тоже очень много традиций связано с двумя этими палатами, и одна из традиций, больше традиций всего связано с палатой лордов, именно вот с красной. Королева присутствует всего лишь один раз в парламенте, раз в год, когда она открывает сессии парламента. И от того, что это такой торжественный случай, все лорды, а это палата лордов, там заседают лорды, они обязаны облачаться в специальные мантии и надевать парики. И еще есть одна традиция в палате лордов, то что лорд-канцлер, самый главный лорд, он сидит на мешке с шерстью. Вот зачем, скажите вы, садится кому-то на мешок с шерстью? Может, для тепла? Для тепла? Да. Вот еще есть вариант спереди. Может быть, это такой почет? Так, почет. Почет. Кому? Может быть, они носят парики, и как бы у них парики похожи немножко. Чтобы по стилю подходило. По стилю подходило. Так. Может, это знак того, что они главные? Так, вот желтые. Это знак того, что шерсть когда-то была самым главным богатством страны. То есть благодаря шерсти казна пополнялась. И вот это, видите, тоже традиция. Сейчас, конечно же, шерсть не является главным богатством страны. Но раз традиция появилась, то ее нужно хранить, бережно хранить. Разве не интересная традиция? Зато, видите, как вы все озадачились сейчас. Если мы с вами выйдем из парламента, и мы окажемся не на стороне реки Темзы, а на противоположную сторону, из противоположной стороны здания выйдем, то мы с вами окажемся на улице Уайт-Холл. И пойдем пешком уже, не на автобусе поедем. И дойдем мы с вами до Трафальгарской площади. Наверное, тоже знакомо всем название. На Трафальгарской площади вы видите колонну Нельсону, адмиралу Нельсону справа. С обеих сторон расположены бронзовые львы. В центре великолепные фонтаны. А на заднем фоне, это уже слева на фотографии, вы видите национальную галерею, картинную галерею, в которой представлены самые известные английские художники и европейские художники. Туда можно попасть совершенно бесплатно. Ходить можно там сколько угодно. Одного дня вам не хватит. Несколько раз можно туда приходить. И на следующем слайде вы увидите, что устанавливается на Трафальгарской площади к 25 декабря. День, когда в Великобритании отмечается Рождество. Мы с вами, для нас самый главный праздник – это Новый год. А для британцев самый главный праздник – это Рождество. Откуда ёлка привозится? Это тоже традиция. Моё мнение, ёлка привозится из Норвегии. Правильно. А почему? Дед Мороз её дарит? Потому что во время Второй мировой Великой Отечественной войны… Второй мировой войны, да. Второй мировой Великой Отечественной войны… Для нас она была, да. Тогда норвежский президент переехал в Лондон, потому что там не захватили ещё немцы. Только бомбили. И вот в знак этой благодарности, да, в помощь во Второй мировой войне Норвегия ежегодно дарит Лондону вот такую роскошную ёлку, которую устанавливают в центр. Это является в центр Трафальгарской площади, и это является самой главной центральной ёлкой Лондона. Замечательно, спасибо большое. Если мы дальше с вами пойдём пешком, очень много мест и достопримечательностей находится в Лондоне в пределах пяти, десяти, пятнадцати минут, то мы с вами попадём к Букингемскому дворцу. Посмотрите, какой он красивый. Букингемский дворец – это официальная резиденция королевы Елизаветы II и её мужа. Вот они здесь живут. Конечно, они не живут здесь круглый год, потому что королева Елизавета путешествует достаточно много по стране. Она останавливается и в других своих официальных резиденциях, и в замках. И очень интересно то, что тоже в Букингемском дворце есть своя традиция – это смена караула. Начинается смена караула с того, как появляется оркестр, потом выходят солдаты. И, к сожалению, туристы не могут зайти на территорию Букингемского дворца, но могут наблюдать за всем из-за ворот. Давайте сейчас посмотрим небольшое видео, снятое одним из туристов. Как же видно это из-за ворот? , так и – за cons- за снято, за снято, за снято, за снято! Он со 무엇 Statut! за снято, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот таким образом в летнее время, несколько раз в день происходит смена караула для развлечения туристов, а солдаты несут службу, они охраняют Букингемский дворец. Рядом с Букингемским дворцом находятся два парка, два королевских парка – St. James's Park и Green Park. Вообще в Лондоне восемь королевских парков, которые когда-то были королевскими лесами, в которых охотились короли и королевы. Ну а потом, конечно же, эти все парки стали местом отдыха для обычных жителей, для туристов. И в парке вы можете, в любом парке, вы можете полежать, вы можете покорбить лебедей, пеликанов, белок, даже рыб покормить. Там рыбы ручные, они прям подплывают, и вы кормите рыб, они не боятся, вы можете даже их погладить. Если вы хотите увидеть статую Питера Пэна или канал Серпантин, то вам нужно попасть в гайд-парк. Если вы хотите кому-то о чем-то рассказать, ну так просто встать в парке, то для этого есть специальное место в гайд-парке. Называется угол оратора, спик и скуна. Вы можете взять ящичек, стульчик с собой принести, встать на него на этом углу и рассказывать о всем чем угодно. Может быть, один человек остановится, два, а может быть, целая толпа остановится, и вы соберете благодарных слушателей. И хочу в конце еще рассказать о том, что на самом деле, здесь такой нюанс, то, что королева Елизавета II, она не единственная королева в Лондоне. Как такое может быть, спросите вы? Ведь у нее есть дети, внуки, у нее есть сестра, но они носят титул не королей и королев, а они носят титул принцев и принцесс. А я говорю сейчас о королевской семье. Это так называемая перламутровая семья. Посмотрите. Таких перламутровых семей, перламутровых королей и королев в Лондоне, в каждом районе существует несколько обществ. Как они появились? В 1875 году один сирота, Генри Крофт, он захотел помочь жителям Лондона и собрать деньги на благотворительность для нуждающихся. И ничего лучше не придумал, как пришить перламутровые пуговицы к своей одежде. И попросил знакомых, своих друзей, уличных торговцев тоже помочь ему в этой акции, в благотворительные акции. И они в точности также последовали его примеру и расшили свои костюмы пуговицами. Эту традицию уже вы можете посчитать с 1875 года. И в базарный день, то есть в день, когда работает базар, вы можете увидеть в Лондоне в разных частях вот таких перламутровых королей и королев. Вышивается один костюм, как говорят, где-то около 9 месяцев. И это не просто какие-то непонятные символы. Видите, это и подковы, и лошади, и церковные колокольчики, и флаг Великобритании, и сердца. Это то, что имеет, то, что символично связано с Лондоном. Помните, с чего я начала? Если ты устал от Лондона, значит, ты устал от жизни. Потому что в Лондоне есть все, что жизнь может предложить человеку. Наверное, это правда. Но я не могу сказать, что в Казани у нас такого же нет. Может быть, кто-то из вас станет начинателем. То есть не надо к Лондону с фанатизмом относиться. Без фанатизма. В Казани тоже есть много красивых мест и приятных мест. Да, в Казани тоже есть много всего интересного. Просто у нас с вами тема такая сегодня. И то, что очень много я говорила о том, что в Лондоне существует много традиций. Кто традиции начинают? Конечно же, сами жители. Вы, как жители Казани, может быть, вы тоже придумаете какую-то традицию. Ну, не будьте перламутровыми королями и королевами, а какими-нибудь другими королями и королевами. Главное, эту традицию сохранять. Вот у нас вопрос есть. Красный микрофон, да? А Великий пожар был в Лондоне? В Лондоне, да. Так, еще вопросы у нас какие? А есть полиция в Лондоне или какие-то другие охраны? Полиция. Есть полиция. К сожалению, у меня нет фотографий полицейского. Но я думаю, что вы очень много... Медвежонок Паддингтон тоже из Лондона, тоже в Лондон приехал. Вот, пожалуйста. А можно за тебя вопрос? Вот это северное и восточное полушария, это точная линия? Она образная. Образная? Да. Но когда мы говорим в Казани, мы живем по московскому времени. Что такое московское время? Ведь от чего-то идет отсчет. Отчет идет именно из Лондона, от нулевого меридиана. Когда мы прибавляем плюс 3 часа. Когда... Ох, я забыла вам сказать. В обсерватории. Кто заметил на здании обсерватории шар? Красный шар. Молодцы. Ровно 12 часов каждого дня шар падает. Это сигнал капитанам речных судов, которые находятся на реке Темзи, чтобы они могли... Вот этот шар, да. Чтобы они могли сверить часы. Просто это традиция, может быть, которая сейчас и не особенно-то нужна, потому что есть спутники и другие системы узнавания точного времени. Но опять-таки это традиция. И если в Лондоне 12 часов, то в Казани сколько? Правильно, 15 часов. То есть плюс 3 часа, у нас 3 часа. И вот любой отсчет времени идет от Лондона. Спасибо. Пожалуйста. А там налоги много платят? Вот очень интересный вопрос. Просто так все прекрасно. А то очень много налогов в Казани платят, в Татарстане. Надо узнать, как Лондон. Все просто сохраняется, все бережется. Поэтому все и прекрасно. А налогов платят очень много. Больше, чем, ну, наверное, мы. А почему у оркестра и у стражников одна и та же форма? И почему именно такая? Да, почему такая форма какая-то странная? Не могу сказать. Такая традиция, наверное, сложилась. Такая традиция. Шапки раньше были всегда из медвежьей шкуры сделаны. Но потом организация Greenpeace запретила использовать натуральный мех. И сейчас шапки у всех солдат Ее Величества, у гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец, они из искусственного меха. Вот это эмблема Лондона. На что она похожа с нашей культурой? На Зелат, на нашего дракона. В точности так же. Ведь очень много общего между нашими городами, между нашими странами. Одни и те же символы. Ребята, интересная была лекция. Да, давайте поаплодируем Татьяне Вячеславовне. Редактор субтитров А.Семкин